Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале. Бог услышал мои молитвы, у меня теперь есть место для работы. И сегодняшняя тема у нас связана с учением Иисуса Христа, поскольку те цитаты, которые я буду зачитывать, они у нас находятся в текстах Нового Завета. Я эту тему не собиралась оглашать и вынудил меня Олег Николаевич. Он выпустил ролик по поводу того, что якобы будет только русский православный царь, никакой царицы южной не будет. И это персонаж, который я выдумала сама. Царица южная, якобы какая-либо страна, и он в пример привел Турцию. Олег Николаевич, я очень хорошо знаю пророчества. Не только пророчества старцев, но и пророчества библейские, пророчества, которые у нас есть и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и ведические пророчества, и пророчества Нострадамуса, и пророчества, которые есть в Коране, я вам хочу сказать. Да, русский православный царь, это русский православный царь, он придет у нас по линии Давида, то есть это, скорее всего, будет естественно царь из династии Романовых, и вы вполне подходите под эту кандидатуру. А вот царица южная, это достаточно интересный персонаж, и она не обязательно будет связана с этим русским православным царем, хотя есть некоторые тексты, которые их, в принципе, взаимосвязывают, но я не буду вас гневать. И если вы не желаете иметь царицу, то у вас ее просто-напросто не будет. А эта царица южная будет просто обычной женщиной-пророком, кем она и должна быть, по сути. И я сегодня зачитаю бегло вам те цитаты, которые у меня есть в наличии. Если кого-то заинтересует этот материал, пишите мне, я по полочкам его разложу, поскольку он достаточно интересный. Итак, начнем с цитаты Иеремии, 31 глава, стих 22. «Доколе тебе скитаться от падшей дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое». А что же нечто новое? «Жена спасет мужа». Есть различные переводы, есть такая формулировка перевода «женщина защитит мужчину». Вот я эти тексты воспринимаю, как то, что женщина придет помочь мужчине. Она будет не просто женой этого мужчины, она будет женщиной-пророком. А теперь давайте обратимся вот к этим текстам, где говорится о царице Южной. У нас о царице Южной говорится в текстах Ветхого Завета, и многие связывают эти тексты с царицей Савской. Возможно, да, те тексты связаны с Савской, поскольку она действительно приходила к Соломону. А вот если мы обнаруживаем эти цитаты в текстах Нового Завета, то они, конечно же, относятся уже к другой личности. Итак, «Святое благовествование» от Матвея, 12 глава, и «Святое благовествование» от Луки, 11 глава, 38-42 стих. Читаем. «Царица Южная восстанет на суд с родом Сим, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». Дорогой Олег Николаевич, дорогие мои слушатели, скажите, пожалуйста, здесь речь идет о какой-то стране, если она восстанет на суд, она приходила, приходила послушать, осудит народ. Вот я вижу эти тексты, как тексты, связанные с определенной личностью. Теперь давайте послушаем «Святое благовествование» от Луки, глава, 11 стих, 31-32. «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их», 32 стих. «Ни невитяне восстанут на суд с родом Сим, и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионины, и вот здесь больше Ионы». Вот эта цитата, она как бы углубляет материал. Она говорит о том, что эта женщина будет проповедником, эта женщина будет пророком. И от ее проповеди люди покаятся. Теперь давайте обратимся к псалмам Давида, 67-й псалм, 13-14-15 стих. «Цари воист бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу. Расположившись у делов своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перечистым золотом. Когда всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег. А на Симоне, дорогие мои, крылья покрытые золотом, золотом или перья покрытые золотом, крылья покрытые серебром – это знания, знания, которые эта женщина будет нести в свет. Давайте почитаем дальше. Обратимся давайте теперь к песне Песней Соломона. Там очень интересные цитаты. Я сейчас их зачитаю. «Шея твоя, как столб Давидов, тысячи щитов висит на нем, все щиты сильных». Следующая цитата. «Кто это? Блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как палки со знаменами». То есть это достаточно активная женщина. И если у нее шея, как столб Давидов, и голова, как кормил, то есть достаточно ценная голова, поверьте, мои дорогие, она, наверное, все-таки может являться царицей Южной, или женщиной-пророком, и, скорее всего, речь идет о ней. Здесь, конечно же, у нас речь идет о Соломите, возлюбленной царя. И он заинтересован этой женщиной, поскольку очень много вокруг цариц, но она единственная такая, она неповторимая, поскольку у нее есть знания. И столб Давидов – это, безусловно, заповеди Божьи, поскольку Давид основывал все свои псалмы на заповедях Господа Бога нашего и делал акцент именно на них. Ну, давайте теперь еще обратимся к текстам Нового Завета. У нас есть интересные там цитаты у Иоанна. Это у нас второе послание Иоанна. Старец избранной госпожи. Обратите внимание, у нас ведь слово Господь фигурирует относительно только Господа Бога и Иисуса Христа. Не, ну, есть еще у нас такое понятие Господь господствующий. В принципе, мы все господа. Но тут избранная госпожа из большой буквы. Значит, есть вероятность того, что утешителем, к примеру, или женщиной-пророком будет избранная госпожа, в которой Дух Святой будет пребывать в полноте силы. То есть она будет избрана для того, чтобы проповедовать, пророчествовать. И вот что Иоанн говорит этой госпоже, старец избранной госпожи, детям ее, которых я люблю поистине. И не только я, но и все, познавшие истину. И нынче прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь, но как ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили, вы любили друг друга. Очень много текстов. Я плохо вешу. Сейчас я еще найду эти цитаты. Итак, давайте вот сначала. И я еще хочу четвертый стих зачитать. Старец избранной госпожи и детям ее, которых я люблю, поистине не только я, но и все, познавшие истину. Я весьма обрадовался, что нашел детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь, приписывая тебе, но ту, которую мы имели от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его, наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. Всякие приступающие учения Христова и не пребывающие в нем не имеют Бога, пребывающие учения Христова имеют и отца, и сына. То есть он в назидание говорит ей о том, что, дорогая, я восхищен твоими детьми, я восхищен твоей работой, но не забывай, что основное в твоей деятельности это заповеди и учения нашего Иисуса Христа. И любить Бога, и любить Иисуса, это значит соблюдать их заповеди. Так, ну давайте обратимся к следующим пророчествам. Это у нас будут пророчества старцев. «Не ищите ее среди суеты мирской, не терзайте здесь, вопрошая, не ты ли се, не хлопочите, дабы изведать промысел Божий. И когда солнце восходит, и дитя неразумно ведает, так и дева сия возойдет, и всякие позриты скажут царица и владычица, ибо в руке ее будет ветвь лавровая». Это не значит, что она будет сидеть на престоле Романовой. Нет. Она просто будет великим пророком. И она не от мира сего. Не надо ее искать среди суеты мирской. Суета мирская – это политики, эзотерики, экстрасенсы, тарологи. Ну, кто еще? Давайте подумаем. Астрологи, гадалки всевозможные. Нет. Это вот все суета. А промысел Божий – это человек от Бога, который говорит слово Божье. Не от себя тяну несет, как всякие марты, которые получают информацию. Нет. Это человек, знающий тексты. Если вы узнали царицу Южной из текстов пиплейских, то, безусловно, она с ними связана. Ну, теперь давайте еще подумаем на строчкой. В руках у нее будет ветвь лавровая. Это не значит, что она будет ветвь лавровую держать в качестве закладки. Нет. Это ветвь победителя. Это ветвь человека, который несет знания. Так. Теперь смотрим тексты дальше. Веды. Великая жрица принесет новую жизнь на просторы святой земли и расы великой. И познает все роды, расы великой и потомки, рода небесного, а в жизни несущий свет древней мудрости. Древняя мудрость – это у нас премудрость Божия, дух святой. И это и есть жизненесущий свет. То есть, она будет доносить те знания, которые были даны издревле. А те знания, которые у нас даны в ведах, это тоже те же самые заповеди. Как ни крути. Теперь давайте обратимся к текстам Настрадамуса. Что говорит нам Настрадамус? Я вам показывала картинки. Жаль, что вы не все смотрите видеоматериалы. Смотрите только о русском православном царе. Я вам показывала картинки, где изображена женщина. Женщина вот с такой вот маленькой книжкой в руках. Очень похожа внешне на мадаму Голикова. поскольку там не определить ее габариты. Она в руках держит книжку, она держит в руках ключи от знаний. Помимо этого, мы видим, что она сидит возле компьютера. И все остальные сидят возле компьютеров, ее слушают. То есть Настрадамус видел даже это. Видел нашу информационную сеть. и обозначил даму Вестника. Он называет ее Ант или Анта. То есть зашифровывает имя Вестника в своих пророчествах. Так, Центурия 5, Катран 41. Возродится дама из древнего пергамента, возобновляя золотой век через разгаданное. Ну вот, я хочу обратиться к предвидениям Гусева. Достаточно интересные, конечно, стихи, скрытно пребудет надежда несущей. Дама излушает закон вездесущий. Что такое закон вездесущий? Это заповеди нашего Создателя. Она будет работать с текстами, а не с чем-либо иным. Вне хрома злобы, тот вестник от Бога. На сказку хотя все похоже немного, но конечно на сказку на сегодняшний момент похожи те тексты, которые я рассказываю вам, к примеру, о воскрешении человечества, о переходе на новый уровень развития, о нетленности тела, поскольку нам кажется, что это нереально на нашей земле. И в принципе не все вы воспринимаете информацию о том, что Иисус воскрес, вознесся, что пророки были взяты на небеса. Конечно же это для нас сказка. И я хочу успокоить вас, дорогой Олег Николаевич, вот этими строчками. Силы любви примет древняя дама уйдет от известности шума и гамма. Вестник великий не хочет на трон. Проблем людям власти не сделает он. Поэтому успокойтесь. Я думаю, что эта дама к вам отношения иметь никакого не будет. Живите спокойно. Она не затмит вас и ваш интеллект. Всего вам доброго. До следующих встреч. Люблю вас от души и желаю вам всего наилучшего в вашей деятельности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!